портал x get ваши вопросы не мы ищем на них ответы мы благодарим вас за ваши вопросы потому что и для нас это эти вопросы очень важны в нашей и священческой жизни да и в жизни любого христианина и на портал x get пришел вопрос о исповеди а общей исповеди за и против общей исповеди пишет нам наш читатель смущает общая исповедь когда священник перечисляет название грехов а потом просто по очереди читает разрешительную молитву может лучше когда человек сам называет свои согрешения практика общей исповеди пошла от иоанна кронштадтскую конечно немало сейчас в церкви таких иоаннов кронштадтских которые в общем то могли бы прозревать человека всю его суть и не дерзновенно допускать его к принятию что и христовых танец дабы он сам себе не навредил приступая к евхаристии я мы знаем что тот кто вкушает недостойно тот есть себе в суд и осуждение достойно вкушать евхаристию не мы можем только после исповеди никогда открываем все сокровенные уголки своей души на исповеди в присутствии священника пред богом каемся в своих согрешениях то есть пытаемся изменить или имеем намерение изменить свою жизнь или даже хотя бы слабым помыслом пытаемся изменить свою жизнь для будущего нашего с вами бытия общая исповедь это крайне средства не при каких-то но очень крайних обстоятельствах когда очень много людей вдруг пришло на на литургию и священник не успевает их исповедовать но тогда хотя бы он должен их предупредить что все равно общий исповедь мне это благословение человека на принятие сты христовых танец но ни в коем случае это не прощение грехов ибо прощаются грехи только те которые называются когда мы подходим на исповеди говорим делом словом телом делом это тоже не является исповедью только конкретно названный грех не прощается человеку только осознанный грех осмысленный грех или понятый грех что это является грехом и названный на исповеди прощается человеку поэтому общую исповедь на данном историческом этапе мы с вами должны рассматривать как общее благословение на принятие святых христовых таинств который дает священник всем тем никого в общем так как нам кажется он поисповедовал но все грехи не названы должны будут вами быть названы на следующей исповеди которую лучше выбирать именно так чтобы спокойно не спеша священник мог поисповедовать а это как мы уже с вами знаем бывает в основном при вечернем богослужении до во время или после вечернего богослужения внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео